Единая Россия Я последние 8 лет своей жизни ежедневно с утра до вечера общаюсь с людьми и слушаю о разных проблемах. Не только, собственно говоря, о вопросах здоровья. Я доктор. А к доктору не всегда приходят только с вопросами здоровья. Мы разговариваем обо всем. Мне было легко. Список делегатов путем тайного голосования утвердили на 23-й конференции регионального отделения «Ядра», где присутствовали 200 партийцев со всех районов области. На заседании также утвердили партийную программу. Возможности по исполнению наказов для членов нашей фракции Единая Россия, они год от года, конечно, растут. И появились новые программы и на федеральном уровне, и на региональном. И комфортная среда, региональный компонент комфортной среды. И программа отдельная, губернаторская для ТОСов, губернаторская программа по спортивным площадкам. Отдельно в программе обозначены социальные инициативы. Сейчас в регионе принимается ряд законопроектов. Среди них и совершенствование программы «Маткапитал» и «Капитал из семья», а также поддержка молодых семей, пожилых граждан, детей-сирот и военнослужащих. Это тоже поддержка нашей молодежи. Во-первых, это ребята, которые уходят служить, возвращаются к нам в регион. Это одна из самых главных задач, чтобы кто ушел, вернулся к нам и дальше устраивался работать и учиться. Если он уже молодой человек уходит, у него есть семья, то уже надо получать определенные тоже льготы и ребенок. Отдельно заседавшие подняли вопрос о присвоении Ульяновску статуса города трудовой доблести и подвели некую черту работы в этом направлении самой фракции. Напомним, почетное звание наш край получил 2 июля. Соответствующий указ подписал президент Путин. На звание претендовали многие города России, работавшие на победу в Великой Отечественной войне. Ульяновск обеспечивал бесперебойное производство оружия, военной техники, одежды и продуктов питания для нужд фронта. Помимо Ульяновска статус города трудовой доблести получили еще 19 субъектов. Когда просватываем кинохронику и смотрим 12-14 летних парней, девчонок, которые на деревянных ящиках точили снаряды грязные, полуголодные, конечно, вот то, что они совершили, это подвиг. Но то, что было совершено именно вот в это время, я очень благодарен членам партии, то, что собрали более 200 тысяч подписей. Оппоненты также не дремлют. Со своими бойцами определилась «Справедливая Россия», фракция ЛДПР и КПРФ. Лидер последних отметил, среди кандидатов не так много медийных лиц, однако все они амбициозны, энергичны и готовы, цитата, сместить эту верхушку, которая и дальше хочет править. Ринат Алиола, Юрий Ломатов, Новости Уллправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова